Добрый день! Очередное наше путешествие инвесторов. Мы уже так много их проделали и вышли целой серии тонкостей инвестиций и путешествий инвестора на нашем канале. И по большому счету поговорили практически обо всем. Об источниках информации, которые нужны инвестору, о макроэкономической статистике, весе и влияние тех или иных элементов этой статистики на инвестиционные решения на фондовый рынок. О биржевом алкоголизме, который по-прежнему остается, конечно же, проблемой. О блеске и нищете инвестиционных советников. И сейчас, когда я возвращаюсь из Казани с форума Финсовет, эту тему, скорее всего, придется продолжить. О работе с фьючерсами, о мифах, которые мешают инвесторами, которые тоже живучи, гораздо живучи, чем наш канал и чем наши с вами размышления. В общем, практически обо всем. Но, судя по комментариям, есть запрос на какие-то разговоры в дороге. Это примерно как ехать с другом и о чем-то рассуждать в тот момент, когда ты находишься в межвременье. То есть, часы, конечно, тикают, но ты межвременьем, между какими-то делами в одном городе, в другом городе. Ну, или как в старом анекдоте, Абраму везде плохо, Абраму в дороге хорошо. Может быть, кстати, потому что у нас везде плохо. Вот эти размышления в дороге, это очень такая российская традиция, начиная со знаменитого путешествия Радищева и кончая пронзительными пушкинскими описаниями в «Капитанской дочке» или в «Станционном смотрителе». В общем, сегодня поразмышляем про вообще. Ну, конечно, не про всеобщее вообще, а про инвесторское вообще. Поэтому как раз в этом месте очень удобно. Прошло всего три минуты и любители оставить комментарий ни о чем. Лучше бы сказал, что покупать могут, не потеряв особенно времени, отметиться соответствующим, приличествующим случаю комментарием и удалиться. А мы с вами едем дальше, как Гоголевская тройка инвесторская, правда. Неизвестно, куда, во-первых, едет, а во-вторых, неизвестно это колесо. Вот до Рязаница доедет, это до Казани. Правда, в нашем случае доехала. Но дело, впрочем, конечно, не в дороге, которые нас выбирают, а в тех дорогах, которые выбираем мы. И коль скоро мы избрали дорогу инвестиций, то беспрестанно на ней приходится и разговаривать, и размышлять. Итак, частный инвестор, если бы я готовил какой-нибудь официальный доклад, можно было бы назвать частный инвестор в современном мире, особенно российский. Что является практически константой сопровождающей? Первое. Много критики. Критики либо, в принципе, человек инвестирующий, человек, который сумел, по большому счету, добиться вот того самого пресловутого превосходства доходов над расходами, причем и доходы могут быть небольшие, но главное, что он добился профицитного личного бюджета. Вызывает раздражение. Это, во-первых. Во-вторых, сами действия, сам подход, тот самый модус операнди, что зачем вы инвестируете? Ха-ха-ха, вы безумцы, вы дураки, потому что, ну а дальше от политики до девальвации рубля или там предстоящего краха Бреттон-Вудской системе, о котором недавно на нашем канале в очередной раз красочно поведал Михаил Хазин, можно приводить аргументы. Действительно, эта критика подпитывается, во-первых, рисками, которые неимоверно выросли за последние, наверное, уже скоро лет пять. И теми потерями, которые понесли, прежде всего, российские частные инвесторы, да и мировые, вот во всевозможных приключениях, начиная от коронавирусного кризиса и заканчивая военными действиями и политическим обострением, сказавшимся на рынках. Контраргумент против вот этой критики, зачем вы вообще инвестируете? Все тот же, он неизменный. Это знаменитые слова Льюиса Кэрлла здесь, чтобы стоять на месте, надо бежать, а чтобы куда-то попасть, надо бежать еще сильнее. То есть вызов перед инвесторами, ответ вот на эти риски, на эти потери, бежать еще быстрее. Нет вариантов. Инфляция и девальвация практически любых валют. Мы в России не очень осознаем девальвацию доллара, поскольку имеем многократно превышающего девальвацию рубля, но на самом деле даже просто хранение в наличном долларе. Очень, кстати, неглупый совет, когда, вот знаете, может быть, даже хейтеры пишут, что зачем вы инвестируете на личный доллар, лучший вариант. Действительно, на житейском уровне не худший совет, но тот же самый доллар также девальвируется. И если оторвать свой взгляд от рублевой реальности, то вдруг осознаешь, что да, покупательная способность этих долларов при нашей жизни, на наших глазах потихоньку тает. Соответственно, возникает вариант для человека, который задался увеличивать свои капиталы. Неважно, из низменных побуждений, элементарной жадности, из-за того, что он воспринимает деньги как инструмент достижения каких-то своих целей и того, что он хочет добиться в этой жизни. Неважно. По большому счету два варианта. Либо собственный бизнес, либо инвестиции. Несколько спасает от обоих вариантов, потому что кто-то, может, ни тот, ни другой вариант не приемлет психологически, не приемлет просто по образу своего действия, по своему, то, что называется на профессиональном языке психопрофилю. Несколько спасает вариант с недвижимостью и с золотом. С золотом, потому что припаркованные в золоте деньги не прирастут, скорее всего, и могут даже проиграть на определенных периодах, но все равно это достаточно неплохо сохраняемая ценность. Хотя по отношению к доллару она даже может оказаться ниже. А недвижимость это потому, что, как опять же в старом анекдоте, дура-дура, свои 25 рублей за день зарабатываю, про мартышку и крокодила. Поскольку вот все эти вечные расчеты, действительно, абсолютно точные расчеты, что посмотрите, это невыгодно припарковать деньги в недвижимость, потом получать с них арендный доход. Неважно, причем, будь это стрит-ритейл, офис, квартира. Это вот невыгодно. Действительно, в каждой конкретном моменте это может оказаться невыгодно. Это проигрывать может удачным, успешным годам на фондовом рынке и серьезно проигрывать. Это проигрывать может в определенные периоды довольно серьезным банковским депозитом и так далее, и так далее. Но вот если воспринять это на десятилетия именно как такой практически философский мировоззренческий выбор, почему бы и нет? Несколько спасает. Но понятно, что вот у этих вариантов золотой недвижимости есть свои издержки. И так остается либо бизнес, либо инвестиции. И вот для тех, кто выбрал в дорогу инвестиций, вот эти испытания, прям как в сказке или как в каком-нибудь хорошем романе фэнтези, беспрестанные испытания. Коронавирусный кризис, раз. Инфляция, да еще там и девальвация, которые к тому же еще обострились, два. Период высоких ставок мировых регуляторов, этого давненько, скажем так, не было. Это тоже вызов, потому что большинство ныне действующих инвесторов в силу просто возраста и стажа инвестиций не привыкли к такой реальности. При этом звучат мысли, которые нельзя просто так отмахнуться, как от назойливой мухи, потому что в ней есть своя логика о том, что вообще десятилетие высокой доходности, десятилетие успеха на фондовом рынке, оно прошло и начинается трудное десятилетие или в самом лучшем случае десятилетие с низкой доходностью. Я далеко не уверен, что это так, но я понимаю, какие соображения экономистов или экспертов лежат в этой основе. Поэтому такую вероятность современный инвестор тоже, конечно, должен учитывать по всему миру. Плюс российская специфика, у российских инвесторов свои понятные проблемы. По большому счету российский инвестор живет, как вот в фильме Чапаев несчастный крестьянин рассказывал. Белые придут грабить, красные придут грабить. Ну куда и бедному инвестору податься? Это санкции, это всевозможные ограничения, это система вечно меняющихся запретов и шлагбаумов, это комиссии то брокеров, то банков, это свистопляска с курсом рубля по отношению к доллару, причем свистопляска за последние два года в обе стороны и так далее, и так далее. Блокированные активы, неуклюжая работа российских брокеров, связанная с этими активами, ну что перечитать, это все известно хорошо. Плюс во всем этом можно найти только один, и вот такой немножко из серии за неимением гербовый пишем на простой. Мы все, ну по крайней мере в России, не знаю, во всем мире это принято, мы постоянно себя утешаем в каких-то проблемах. Ну условно говоря, потерял деньги на фондовом рынке, это моя плата за, или в бизнесе, это моя плата за обучение. Иногда ничему не научился, в моей жизни было много раз, когда я терял деньги, я мог конечно красиво сказать, ну буду считать это плата за обучение, на самом деле дурак дураком, так и остался. Или вот тот самый плюс, который я хотел назвать, зато мы теперь как сталь закаленная. Мол, тут обычно стоит подтянуть какую-нибудь сентенцию мудрую из серии, все что нас не убивает, делает нас сильнее. Знаете, вот эти общие мысли философские, это все-таки, согласитесь, достаточно натянутые, достаточно слабые утешения. Есть еще один интересный, объективный плюс на фондовом рынке мира в целом. Российский здесь не исключение, несмотря на всю его специфику и изолированность сегодняшнюю. Это то, что из рынка выпущен пар. И этот пар выпущен был еще во время коронавирусного кризиса. Поэтому, когда вот я смело делал в основном позитивные прогнозы на этот год, кроме прогноза моего летнего, что в сентябре будет просадка, который тоже сбылся, за этим стоит, помимо мониторинга нынешней ситуации и определенных расчетов, за этим стоит еще глубинно на фундаментальном уровне прекрасное понимание в силу просто опыта инвестиций, что из многих эмитентов, конечно же, выпущен пар. Взять тот же самый один из моих любимых эмитентов Boeing. Бумаги Boeing 400 и выше. И сегодняшний рост время от времени, который дает Boeing до 220-230, заставляет задуматься, какой же потенциальный пузырь или сколько же пара копилось под этой крышкой под названием Boeing в те времена, когда эти бумаги стояли на уровне 400. Вот эта мысль о том, что из фондового рынка выпущен пар и любые перегревы, которые сегодня мы можем наблюдать, не так страшны, она, конечно, не должна застить полностью весь инвестиционный горизонт. И вот на этом основании я смело иду в любую бумагу, в любого эмитента. Но согласитесь, что все-таки стоит принимать и эту историю, конечно же, во внимание. И здесь, кстати, вот эта идея, она косвенно противоречит одному из мифов инвесторов. И недавно я, к сожалению, увидел, как люди, ну, по крайней мере, не знаю, насколько они профессионалы, претендующие на то, что они профессиональные участники этого рынка, те же инвестиционные советники, повторили этот бесконечный миф. Не может же вечно расти. Очень российский миф, потому что мы воспринимаем из жизни экономику, как игру с нулевой суммой. Это вот наш изъян, о нем я так много говорил, что сейчас повторяться не хочется. Может, и более того, мировая экономика именно это и показывает, что мировая экономика, как мировая наука, как мировая транспорт, как практически все составляющие нашей жизни, это вечный как раз-таки рост со спотыкушками. По-моему, на форуме как раз финсовета это было сформулировано, что деревья не растут бесконечно. Деревья не растут бесконечно, это верно. Но экономика растет бесконечно. И вот, я не знаю, как у вас, но мои личные наблюдения последние где-то 2000-3000 лет показывают, что вроде как растет. Поэтому не стоит увлекаться этим мифом, что якобы ничто не может расти вечно. Может. Другое дело, что вот этот рост сопровождается ответвлениями. Он не всегда 100% запрограммирован и гарантирован. И у него бесконечные спотыкушки. И если принять это за основу, эти соображения мои, то тогда, казалось бы, мы берем словеса, какие-то детали и приводим к одной простой мысли, которая звучит непрофессионально. Просто инвестируй и расти вместе с рынком. В конце концов, переживай эти спотыкушки вместе с рынком и ты все равно будешь расти вместе с ним. Можно ли вот это избрать в качестве основы своего, опять же, модуса операндия инвестора? В принципе, можно. Но тогда нужно вооружиться теми основными приемами. Это, кстати, неплохой вариант для инвестора непрофессионального, вовсе не желающего мировую экономику и фондовый рынок превращать в объект своей работы, в объект своего интереса человеческого, а просто желающего тогда самостоятельно, но достаточно пассивно инвестировать. Да, почему бы и нет? На мой взгляд, можно, хотя бы, возможно, в чьих-то глазах эта мысль звучит очень крамольно. Но тогда нужно оснастить вот такой подход соответствующими приемами. Во-первых, желательно организовать свою жизнь, финансовую, рабочую так, чтобы иметь возможность пополнять эти самые инвестиции, то есть накатывать тот самый снежный шарик и превращать его в огромную снежную бабу, несмотря на успех. То есть инвестировать не для того, чтобы начать выводить, для этого вот реально лучший ориентный бизнес недвижимости, а продолжать пополнять. Второй, усреднять. Об усреднении было специальное видео на нашем канале, на мой взгляд, оно полезное, вот не то, что я им горжусь, обычное рабочее видео. Но я бы его с удовольствием порекомендовал в качестве понимания основ как бы подхода усреднения. Третий момент в этом варианте — это не лезть в отдельные риски, в риски более высокие, чем в целом риски по нашему сумасшедшему современному фондовому рынку. Имеется в виду во всевозможной венчурной истории. Венчурная история не обязательно буквально называется венчурным проектом. Это может быть имитент, уже вышедший на IPO и представленный на бирже. Но вот все эти многочисленные предположения, они на наших глазах рождаются, и каждый раз я не против увлечениями, но чрезмерное увлечение. О, доткомы! Сейчас все наделают сайты, это будет супер успешно, побежали все в доткомы. О, чипы! Все, чипы, чипы, чипы. О, электромобили. О, там нужны батареи, они все литиевые, все, бежим в литиевое производство. О, золото промышленники. О, эти 3, 4, 5 компаний делают вакцины, все. Вот это все и есть, по большому счету, всевозможные венчурные истории. Рядом с ними всевозможные версии. Некоторые из них потом, как выяснится, окажутся незавиральными, но вот отдельные такие необычные, скажем, версии зачастую тоже повышают эти самые риски. И это может привести к тому, что вот такой подход, да, я инвестирую, я пополняю, я усредняю, и действительно может вечно расти экономика, но почему же я в заднице? Да очень просто. Например, вы оказались инвесторами, условно, компанией Kodak, да, или помните знаменитую швейцарскую историю с глубоким бурением Motion. Защита от вот этой истории, от этих спотыкушек, она тоже примитивна и простая. Это диверсификация. Причем диверсификация обязательно не только по имитентам, но и надо понимать, что она должна быть по отраслям. Или наоборот, не только по отраслям, но и по имитентам. То есть ни той, ни другой в отдельности недостаточно. Казалось бы, тоже прописная истина, но бывает, что здесь есть проблемы, когда у человека диверсифицированный портфель, скажем, 30 имитентов. А вдруг приглядишься и выясняется, что у него 80% объема, это, допустим, нефтянка и бихтех, или нефтянка и финансовый сектор. Это так себе диверсификация. Не смертельная, но так себе. Частое возражение. Широкая, мелкодисперсная такая диверсификация, в принципе, снижает вероятность дохода выше индекса. То есть, мы приближаемся к индексу, почему бы тогда не войти в фонд? Ответ все тот же, он тоже простой. Если хочется войти в фонд и платить небольшую долю фонду, но при этом освободить себя от каких-то забот, конечно, это вариант. Если хочется самому, какая разница, что у вас портфель приближается к индексу? Это все равно не вхождение в фонд. Это все равно самостоятельные инвестиции. О диверсификации часто спорят. Меня часто удивляет, что профессионалы прям считают, что излишняя диверсификация, ну, излишняя имеется в виду больше 30-40. Это плохая история. Но вот мой личный опыт показывает, что моя диверсификация, которая в портфеле доходила и до 80 эмитентов, это, как правило, хорошая история не только по результату, но и я уже как-то жаловался, что, ну, приходится иногда использовать снотворное для хорошего сна Денормил, и он стал у нас в России по рецепту. Так вот, это безрецептурный Денормил, широкая диверсификация, обеспечивающая глубокий, ровный сон инвестора с правильным пульсом и прочими процессами. Поэтому диверсификация остается, конечно же, такая история очень важная. Но есть такие более тектонические сдвиги, и эти проблемы так или иначе могут задеть ваши инвестиции. Даже если вы избрали вот такой модус операнди, расту вместе с рынком, верю, что растет все это вечно, спокойно переживаю с ПТК-ушки, и усредняюсь, и спасаюсь от дополнительных рисков, и снижаю, по крайней мере, серьезные риски этой самой диверсификации. Проблема, когда сдвиги какие-то негативные на рынке касаются ни одного эмитента, вот ни одной компании Кодак. Представляете, человечество перестало бы фотографировать. Это проблемы, когда происходят довольно глубокие сдвиги в экономике, меняющие историю и перспективы целых отраслей. Но вот, на мой взгляд, уже несколько лет назад я, ну, не то что совсем ушел, у меня, кстати, акции МТС в портфеле, скорее, ну, как дивидендная история присутствует, но практически вышел из телекома. Причем не только российского, это и французский телеком, это и швейцарский телеком. Поскольку, как мне кажется, вот эта отрасль, она поступила в период стагнации. То есть период интенсивного роста просто в силу, как бы, обеспеченности мировой инфраструктуры и обеспеченности населения Земли телефонами, он закончился. Вступил в стагнацию. Да, есть версия, что история с развитием 5G может стать вот вторым дыханием или допингом для этой отрасли. Да, вполне нормальная версия, охотно верю, но не хочу пока присутствовать. Примерно та же история с вакцинами, куда более быстрая и короткая, да, когда, я уже говорил, вот я из всех этих производителей вакцин в разгар этой темы предпочитал все-таки инвестировать в те компании, чья линейка куда шире, чем фокусировка на коронавирусе. То есть тот же Johnson & Johnson мне было интереснее, чем какая-то более малая компания с более узкой фокусировкой. Вот тот же Pfizer в этом плане мне представляется на вскидку, сейчас не надо в меня кидать помидорами, тем более скорость довольно большая, не докиньте. Вот на вскидку более интересной, чем, например, Moderna, в силу просто той линейки продуктов или проектов, в которых участвует. Это вот второй такой же пример. Потенциальный пример, возможных стагнаций, это банковская отрасль. Хотя она у меня до сих пор в числе фаворитов в моем портфеле, но я прекрасно понимаю, что здесь могут быть определенные стагнационные моменты. И мы видели, когда, например, был бум потребительских исков к банкам, как это не то, что заставляло отрасль стоять, а спотыкушки начали случаться в истории отдельных банковских комитетов гораздо чаще, чем, условно говоря, по ощущениям, конечно, в среднем по рынке. Поэтому на подобные истории, конечно, тоже придется обращать внимание. Еще один важный момент для тех, кто по-прежнему идет дальше по дороге инвестиций. Это принципиальная замена того, на что ориентируется, в принципе, рынок и инвестор. То есть рынок бухгалтерии сменился рынком веры некой. Я уже тоже много раз говорил, сейчас в дороге просто удобно резюмировать. Такая замечательная погода, просто, ну, все в жизни в такую погоду хочется резюмировать. Так вот, классические показатели. Доход, выручка, прибыль чистая, прибыль после уплаты налогов, прибыль на акцию, свободные денежные средства, долговая нагрузка. Вот это классическое, ну, соотношение отдельных показателей, которые называются мультипликаторами. Вот это та самая классическая бухгалтерия, по которой 30 лет назад, 20 лет назад, кроме истории с даткомами, в принципе, инвестор судил рынок. А сейчас мы видим, что зачастую абсолютно убыточные компании, 100% успешные в числе лидеров фондового рынка, что есть вера в некие бизнес-проекты. Та же Tesla была примером такой веры и не обманула. Я сам был заядлый любитель Tesla и до сих пор эта бумага в моем портфеле. И много-много-много других. Иногда это завиральный, иногда это именно такой венчурный проект, иногда вполне интересная история, но это происходит на наших глазах. Я честно говорю, что даже Disney, то есть такой мастодонт фондового рынка, который не то что в S&P 500 какой-то там, а аж в Dow Jones 30, в такую классику, в толпы экономики входят, даже его уже зачастую стали мерить не только и не столько вот этими классическими, в кавычках, бухгалтерскими показателями, сколь, например, темпами подписки вот в соревновании с Netflix, да? За этой подпиской еще не стоит в полной мере сформировавшийся денежный поток и в нем еще не видно собственно какой он, какова выручка, а сколько из этой выручки доход, а сколько из этого прибыль, какова прибыль после уплаты налогов, а какова прибыль на акцию, ну вот вся эта история, да, еще не видно. Но есть некая вера, что вот развитие этого направления бизнеса приведет к полному успеху. Поэтому на наших глазах те же самые отчеты не только довольно юного по сравнению с Диснеем Netflix, но и самого Диснея реагировали всего лишь на количество подписчиков. И таких историй до чертиков, где угодно их можно найти. Ну понятно, что в довольно молодом таком бизнесе, как три подвизор. Понятно, что даже в авиаперевозчиках, когда еще не бухгалтерские, не финансовые показатели, а с эфире отчетность по предстоящим броням на, скажем, на летний период, уже серьезно двигали акции этих эмитентов. Это очень важно и за этим трудно вот наблюдать как-то организованно, стой здесь, смотри туда, да. Это в принципе наблюдение за процессами мировой экономики, за новостями компаний за этой жизнью. Это не всем интересно, но тем не менее упускать нельзя. Только на мультипликаторы. Я уже как-то выпускал видео такое с попыткой, ну с претензией, я считаю, попытка тут удалась, разоблачение мультипликаторов. Вот это только мультипликаторы использовать в качестве оценки, во что я вхожу, во что я не вхожу, категорически против, потому что да, сегодня такой рынок. По всем мультипликаторам почти все компании практически перегреты. Так что по отношению к мультипликаторам я с несколько опаской, чтобы без перебора, но все-таки могу повторить совет профессора Преображенского. Не читайте перед обедом, в данном случае перед инвестициями советских газет. Правда, ему Барменталь возразил, что других-то нет, но на что он сказал, вот никаких не читайте. Это не значит, конечно, что не обращайте внимания на мультипликаторы вообще. Конечно, обращайте. Не делайте мультипликаторы основным оселком своих конкретных инвестиционных решений. На всякий случай для любителей поправить. В данном случае оселок используется именно правильно. Не в понимании, не в качестве замены понятия краеугольный камень, а именно того, на чем что-то проверяется. Проверяется отточенность какого-то решения. Ну, гипотетическое, конечно. То же самое с аналитикой и с анализом. Не важно, отдельных отраслей, имитентов отдельных тем более, или рынка в целом. Вот для многих это беспрестанный разговор. Это очень много слов, это очень много цифр, это очень много соображений, это очень много и кивоков. Мол, смотрите, что сказал Жером, и что сказала Кристина, и что сказала Эльвира, и что сказал Джо, и так далее, и так далее. И поэтому восприятие определенного психотипа людей, это все то самое пустословие, многословие, бесконечное, бла-бла-бла, называется лучшим пальцем ткнул. А интеллигентный человек не пальцем, а газеткой показывает. Аналитика только такое бывает. Вот определять, это пустые слова или осмысленные, это только вам, только вам. А вот сам принцип, что слов много, соображений много, и различных факторов много, и много построений, с одной стороны. А с другой стороны, это не значит, что здесь пустословие. Поэтому выбирайте по своему вкусу, в том числе человеческо-эмоциональному, тип аналитики, которой вы прислушиваетесь, хотя бы фоном. Вот так же, едучи, может быть, в машине, соображений, которым вы прислушиваетесь. От себя бы я рискнул посметь выдвинуть только один критерий для, ну, это недостаточный критерий, но важный критерий, качество биржевой аналитики. Если вы, условно говоря, видите много восклицательных знаков, не в тексте, просто в том, как человек говорит, что он утверждает, как правило, это очень плохая аналитика. Поэтому ориентируйтесь на тех, кто умеет рассуждать максимально хладнокровно. Но помните, что одно хладнокровие не является гарантом качества той или иной аналитики. Я, кстати, задумывался, а почему вот люди так плохо относятся к многословию, того, что они называют многословием, и к разности откалибровки разных версий. И понял, что вот это, наверное, российская очень такая серьезная болезнь. Может быть, не только российская, но вот я ее наблюдаю в России. То, что мы страна, даже на уровне не только аудитории, но и самих экспертов, мы страна одного мнения, мы страна одной идеи. Вот для нас очень важен один флаг, с которым мы бежим вперед. Мы можем быть циниками, мы можем искренне верить в значение этого флага, но он один. Вот история, там, я не знаю, рассвечена все разными флажками, это, в принципе, не про нас, но один. Вот это где-то отсюда, изнутри востребованность однозначности вывода и только одной логической цепочки, обосновывающей этот вывод. Ну, там, примитивный пример, опять же, просьба не придираться. Если я хочу сказать, все, рубль упадет, что я должен сказать? А вот, посмотрите, дыра в бюджете, вот такое-то соотношение дисбаланса, все, рубль упадет. Или рубль укрепится. А вот, смотрите, цены на нефть осенью пошли наверх, или, например, ставку ЦБ. Даже или это уже слишком, это уже два фактора. Поднял, все, рубль однозначно укрепится. Черт возьми, ну, там полдюжины. Да какой полдюжины там? Там дюжина, наверное, факторов, полдюжины только сильных, а еще наберется столько же второстепенных факторов, влияющих на эту картинку. Ну, как можно привести это вот к однозначному выводу на одной логической связи? А людям это нравится. Другое дело, что это их право. Но инвестору вот с таким подходом лучше к рынку и к аналитике не относиться. В данном случае я вспомню одну из своих любимых цитат. Хотя не делайте, как это говорил Астам Бандерн, не делайте из еды культа. И не делайте из цитаты, из самой мудрой и действительно хорошей мысли, конечно же, культа. Но, тем не менее, это то, что я избрал в качестве эпиграфа к своей книге «Тысяча лет одиночества». Слова Дональда Крейтона о том, что люди приходят в нетерпении от сложности человеческих дел. И подходят к истории в том же настроении, в котором идут на политические митинги. Вот, к сожалению, в экономике абсолютно та же самая история срабатывает. Еще один момент – это момент учиться. Я вот не сторонник людей, которые слишком увлечены вот этой идеей беспрестанного обучения. Тем более, которые сводят вот это вот учиться к собирательству 4-5 степенных дипломов и всевозможных бумажек на всевозможных курсах, курсиках и так далее. Но, в целом, процесс, конечно, скорее дает позитив инвестору, нежели негатив. Если только тот, кто вас чему-то обучает, не претендует, что вот этот курс принципиально, там, я не знаю, сделает вас привлекательным для женщин, сделает вас успешным инвестором, сделает вас гениальным. Ну, сами знаете, да, все эти личностные росты, прокачать навыки и прочее. Прокачать навыки, кстати, лучше всего в спортзале. Там реально взял штангу и прокачал, если навык не был, а если был вообще навык. А если не был, то берешь гантель и качаешь себе несчастный для начала 12 килограмм. Я так делаю, по крайней мере. Ну, не суть. Так вот, учиться, в принципе, неплохая история. Другое дело, это не должно превратиться в сумасшествие. И понятно, что учеба это часто бизнес для тех, кто делает эту учебу. И не надо превращаться в сумасшедших, которые незаметно, может быть, по крохам, но тратят совершенно гигантские несуразные деньги на бесконечное обучение чему-то все новому и новому. И создают себе иллюзию, что они становятся сильнее, например, в деле инвестиций. А на самом деле это не так. Поэтому здесь тоже, прежде всего, хладнокровие. Я сейчас это говорю. Вот мы, например, часто презентуем продажи курсов наших партнеров. И вроде как эта мысль, о которой я говорю, мне невыгодна, потому что, ну, чем больше продадим, тем лучше, конечно. Но ужасно хочется, с одной стороны, продавать эти курсы, а с другой стороны, не оголтелым фанатикам, жадным до иллюзии обучения, а тем, кто вот реально осознал необходимость этого обучения. В частности, вот сейчас Алексей Бочаров очередной апгрейд своего замечательного курса Трикита Инвестиций сделал. Мы его предлагаем. И специально разбили его на блоке, на выбор. Не будьте всеядными, не платите за свою всеядность. Это примерно почти как тот же биржевой алкоголизм, только алкоголизм в виде иллюзии обучения. Но в целом это, конечно, хорошая, в общем-то, история. Сверить часы. Хорошая тоже тема. На форумах, к сожалению, очень сложно, потому что на всех форумах, вот есть, в общем, действительно замечательный проект в России, форум Smart Lab. Но сколько там желчи, сколько там пены, сколько там фоноберии мелкой или антифоноберии льется. Потому что, к сожалению, как-то вот, ну, пусть занимаются этим социальные психологи, феноменом интернета, да, интернет-общения. А почему-то вот форумы часто становятся площадкой выброса эмоций, сопутствующих той теме, которой форум посвящен. А вот что это, приготовление плова или инвестиции, другой вопрос. Поэтому я бы рекомендовал те самые личные встречи, в том числе и которые мы проводим, и не только, конечно же, мы. Ближайшая наша встреча будет 20 октября. На всякий случай, все-таки ссылка на нее в описании под этим видео. Не обижайтесь и не сочтите это за такую сложную и многословную нативную рекламу. Но очень важно не только слушать экспертов, которых вы по какой-либо причине вот уважаете. А действительно иметь встречную обратную связь. Потому что я, например, очень люблю встречи на мероприятиях, не очень люблю мероприятия сами. Но возможность вживую пообщаться, потому что начинаешь видеть, что в головах людей, какие вопросы их интересуют. Где их компетенция гораздо выше, в общем-то, чем ты представлял. А где наоборот, то, что тебе кажется очевидным, людям лучше попытаться доказать. При этом не обязательно, чтобы они это приняли. Ну вот, выложить некий расчет логический, да. Поэтому тоже не будьте всеядными, но это стоит. Кстати, для объективности, вот кроме нашей встречи с Игорем Файманом, который состоится буквально уже на днях 20 октября, в московском ресторане, на базе которого предполагается создать клуб инвесторов, будет несколько хороших мероприятий. Одно, правда, онлайн, это портфельные инвестиции, традиционная конференция. Но тоже весьма невредная. А другое как раз таки оффлайн. Это форум инвестмент лидер, в котором рассматриваются разные направления инвестиций. И фонды, и облигации, и рынки зарубежные, и рынок российский. Я думаю, это, в общем, хорошая история для вот такого живого общения. Еще один момент, кстати, немножко назад откручу к вопросу, вот может ли расти. И вот расти вместе с рынком, бежать быстрее и спасаться от рисков с ПТК-шек за счет элементарных основных приемов инвестора. Есть еще один момент по поводу цикличности кризисов. У нас вообще на цикличности, будь то циклы того же Кондратьева, ну прям немножко, как бы можно сформулировать такой немножко неуклюжий афоризм. Мы в России зациклились на циклах. Мы все время, значит, вердим эти циклы. Это где-то ложится, видимо, на наше такое детское подсознательное, когда нам объясняли про общественно-политические формации, про смену строя. На самом деле нет никакого смены строя, вот такой однозначно ярко выраженной, там, рабовладельческий, на феодальный, феодальный, на капиталистический, капиталистический. Ну, помните всю эту историю, что ее повторять. Вот где-то оттуда наше такое излишнее наукообразие. Необходимость классификации, подобно таблице периодической Менделеева или подобной системе Карла Линнея в биологии, в ботанике, необходимость неких классификаций. Очень верная вещь. Я сам, как зануда, всегда обожал вот такие истории, когда все это можно уложить в некую логику, в неких таблиц и неких алгоритмов. Но, есть ведь еще одна любопытная версия, и к ней тоже стоит прислушаться, о том, что цикличность кризисов уходит в прошлое. У нас на канале Финверсия давно уже выходил такой небольшой исторический обзор по 10 основным мировым кризисам. Кстати, тоже ссылку на него, пожалуй, разместим под этим видео. Мне показалось, что нам удалось достаточно коротко, но при этом не прямо в двух словах раскрыть эту любопытную тему. Но есть версия, что цикличность кризисов уходит в прошлое. Сначала изменилась их природа, она изменилась почти на наших глазах. Если мы не сами были очевидцами, то уж точно в школе привыкли, что первые экономические кризисы были промышленными. Как правило, это были кризисы перепроизводства. Затем, интересная штука, вот Бреттон Вуд ругают, а тем более ямайскую систему, по сути ямайская система, это модификация Бреттон Вуда. Это Бреттон Вуд, отвязный от золота. Действительно, есть свои минусы, куча своих рисков. Но вот эта история сделала одну интересную штуку, что сами процессы промышленного производства, они перестали стать причиной кризисов. И природа кризисов сменилась на финансовые. Раньше не было понятия мировой финансовый, мировой экономический кризис. Тот же 1957 год, например. А теперь финансовые. У них очень схожая природа, там где финансово возникает некий пузырь, этот пузырь выстреливает, и, соответственно, идет череда банкротств, череда некого негатива, распространяющегося на весь рынок. Коронавирусный был уже исключением, потому что редкий случай, кризис, вызванный заболеванием. Даже эпидемия испанки, с которой беспрестанно сравнивали коронавирус, не была причиной мирового экономического кризиса. Там была другая логика, другая архитектура происходящих процессов. А здесь такая история. Но при этом, согласитесь, что одновременно мы наблюдали удивительную вещь, что кризис был не так глубок, не так широк по времени, не так глубок по степени падения, и вдруг достаточно быстро смикшировался. И даже кто-то может возразить, да что вы несете, это вот ужасно. Ну нет, ну нет. Ну вот опять же, как опять вспомню анекдот. Ну ужас. Ну ведь не ужас ужас, какими были, например, Великая депрессия или тот же самый кризис 1957 года. Я никогда не занимался этой темой, как там теоретик, без кризисного, не цикличного развития мировой экономики в 21 веке. Но такая гипотеза или доктрина, если хотите, есть. И коль скоро, например, это будет так, это как раз возвращает к мысли, что беспрестанных инвестиций на беспрестанно растущем, хотя и спотыкающемся рынке. Мысль интересная, мне кажется, ей стоит все-таки отдать, ну какую-то дань своего внимания. Еще один момент, на который просто отвлекусь, ну мы с вами считаем, что подружески путешествуем, поэтому имею право, бессистемность некая. Я в последнее время постоянно на эту тему говорю на каких-то мероприятиях. Замучили уже всевозможные вот эти мемы. Ну просто я устал, например, прилив поднимает все лодки, да ни черта не поднимает он все лодки. Общий подъем фондового рынка не означает подъем всех эмитентов. Это часто используют, когда человек говорит, вот смотрите, у меня вот удачный портфель, у меня все выросло. Ну это общий прилив у тебя поднял. Да нет, это не так. Или, например, отлив покажет, кто купался без трусов. Эта фраза Баффета применима, конечно, к историям, например, с теми же свободными денежными средствами у эмитентов или с хрупкими, вот прям нелюбимого Талиба, почти цитирую к вопросу об антихрупкости, да, с хрупкими бизнес-структурами, которые чуть-чуть изменились, какие-то вводные в области спроса, там, логистики. Мы наблюдали, кстати, во время хроновируса такие истории, и все это рухнуло. Да, чуть больше тут смысла. Или надо покупать, когда на улице льется условно кровь. Да, безусловно, что когда рынок боится неплохого быть достаточно храбрым, но, мягко говоря, вооружиться такой плоской сентенцией, и Айдаф пошел покупать все, я суперинвестор, явно недостаточно, потому что возникнет вопрос следующий, мысль-то верная, а что именно покупать? Или надо продавать, когда все начинают покупать. Тоже, не то, что полная чушь, но вот все так неоднозначно. Вот когда человек, инвестор условно исповедует эту мысль, мне всегда, честно говоря, сомнение, он это исповедует, потому что это эффективно, или потому что любому человеку подсознательно, к сожалению, вот импонирует выглядеть оригиналом. Это с детства идет, да, это вот наше человеческое, исконно-посконное. Соригинальничать. И так хочется всегда, соблазн, ощущать себя необычным, не среднестатистическим, не толпой некой. Поэтому, когда вы на эту сентенцию сами себя ловите, на эту сентенцию, просто можно трезво задуматься. А это вам не говорит экономические соображения, или подсознательное стремление человека выглядеть пооригинальнее. И знаете, вот к вопросу о мемах. Вот недавно добавился еще один такой мем, и до сих пор не могу сказать, что вот он однозначно плохой, и я хочу его разоблачить, но тем не менее. Это вот такая история. У меня в эфирах кто-то из гостей повторял. Вы и ваши деньги в идеале должны находиться по одну сторону границы. Да, понятно, что нынешние события, они вроде как подсказывают, что это так. С другой стороны, вот такая ирония судьбы, что у всех богатых людей России, не только совсем уже у олигархов, миллиардеров, но и у миллионеров, деньги всегда находились по другую сторону границы. Так что вот над этой новой сентенцией, которая так или иначе влияет на наши, на ваши, на какие-то инвестиционные и финансовые решения, тоже надо все-таки поразмыслить и конкретно каждый раз размышлять, а не просто принять ее за абсолютную истину. Вот такая история про дорогу инвестиций сегодня. А вообще она напоминает, вот помните, как по-моему Бильбо объяснял Фродо, что вот эта тропинка, которая вьется прямо под крылечиком торбы на круче, вот именно она же превращается в дорогу, которая идет через темные леса. И ступишь на эту тропинку, и неизвестно, куда заведут тебя ноги. К инвестициям это относится в полной мере. Кстати, меня вот сейчас наша такая довольно привычная тропинка завела в места, в которых мечтал побывать. Наконец, половина трассы М-12 открыта, и я реализую свою давнюю мечту, наконец, побывать в старом русском городе Муроме и в городе Сарове заодно. Ну, конечно, не осенью, скорее всего, следующим летом. А больше всего меня в этой истории радует, что М-12 пройдет, в общем, совсем недалеко будет совсем крошечное ответвление к Болдину. Относительно, недавно мы нашей командой Финверсии там в нашем путешествии тоже исполнили, не знаю как, у моих коллег, у меня была детская мечта побывать в Михайловском. Но если удастся еще и побывать в Болдина, то, я думаю, лучше места для записи инвестиционного блока или какого-то другого просто не найти. Но, конечно, будем подгадывать, чтобы это была осень, соответствовала. Ну, то есть погода соответствовала тому, что Болдина сделала для нас с вами, для России, для русской литературы. И, кстати, кто поедет тоже по трассе М-12, напоминаю, что вот у нее уже тоже будет совсем крошечное ответвление от старых трасс, это довольно далеко. А сейчас будет крошечное ответвление к уникальному циклопическому сооружению в деревне с неприглядным названием Мокрина. Это Мокринский мост. Мы как-то, он у нас был героем одного блока, как-то попадали. В общем, когда М-12 подчаяния закончат, а вы подчаяния куда-нибудь отправитесь, обязательно заезжайте. Ну вот, поболтали мы с вами в дороге, потихоньку добираемся из Казани в Чебоксар, и уже, собственно, в Чебоксарах, дальше в Арзамас, и оттуда по новой трассе. И себе, любимому, и вам, конечно же, тоже любимому. Потому что, ну как можно и любить зрителей каналов Инверсия. Я желаю по возможности встречи 20 октября, по возможности очень успешных инвестиций, и в нынешних временах, в обязательном порядке, успешных не только с финансовой точки зрения. Это, конечно, чрезвычайно важно. Но успешных эмоционально, успешных психологически. Я не могу сказать, что это заменяет финансовый результат, потому что инвестиции все-таки главное измеряется, конечно, финансовым результатом. Но, вот, как моя любимая фраза у Плиния Младшего, считаю блаженными тех, либо тех, кто способен творить то, что достойно описания, или писать то, что достойно прочтения, а вдвойне блаженными тех, кому доступно и то, и другое. Вот с инвесторами тоже самое же. Считаю удачными инвесторами тех, кто добивается позитивного финансового результата, а вдвойне удачными тех, кто делает это легко, свободно, кому от этого хорошо, чисто и, ну, как даже, можно сказать, эмоционально поднимает вот этот процесс ваше «я», вашу жизнь. А что касается дорог, которые мы выбираем, по большому счету, инвесторы мы, не инвесторы. Выбор, на мой взгляд, должен быть всегда один. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Забудь свои заботы, падения и взлёты, не хнычь, когда судьба себя ведёт, не как сестра. Но если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Но если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Ах, сколько будет разных сомнений и соблазнов. Не забывай, что эта жизнь не детская игра. Ты прочь, гони соблазны, у свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ты прочь, гони соблазны, у свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Субтитры создавал DimaTorzok